Добрый вечер. Мы продолжаем обсуждать конфликт на Южном Кавказе. Война в Карабахе продолжается. Мой гость, депутат Национального собрания Армении Микайл Зулян. Добрый вечер. Добрый вечер. Я понимаю, что у вас, наверное, очень напряженная сейчас обстановка. И спасибо за ваше время. Начнем с того, что с пятницы на субботу было подписано вот это так называемое московское заявление о прекращении огня. Огонь не прекратился. Более того, в ночь субботы на воскресенье армянская сторона обстреливала город Гянджа. Мне очень интересен этот вопрос, потому что с точки зрения технической, военной, я уже с разными людьми это обсуждал, политически и человечески. Вот подписано соглашение, следующую ночь стреляют по Гянджа. Зачем? Ну, смотрите, соглашение было подписано, и оно должно было вступить в силу в 12.00, и, по сути, оно вообще не вступило в силу. То есть бои продолжались с большой интенсивностью до 12.00, и в 12.05 уже пошел первый обстрел со стороны Азербайджана после перемирия. И после этого обстрелы продолжались, обстреливали Степана Керта, обстреливали другие города. И, по сути, ответственность за все, что там происходило, не все та сторона, которая нарушила перемирие. Я понимаю, что, как бы, азербайджанцы говорят одно, армяне говорят другое, но поэтому я просто всех наших зрителей призываю включить собственную логику и подумать, зачем Армении или Карабаху нарушать перемирие, когда, в принципе, эта война для Карабаха и для Армении – это защитная война. То есть наша цель – защитить ту ситуацию, которая есть. Зачем нам нарушать перемирие, тем более стрелять по Гянджу и так далее. Понятно, что потом были удары. У меня были знакомые дипломаты, которые ездили в Гянджу, и они видели, что там действительно какие-то здания разрушенные, обычные, жилые. То есть вообще, даже если бы не было соглашения, почему надо стрелять по Гянджу, да, там аэропорт, как я понимаю, но этот город не находится в зоне боевых действий? Ну, во-первых, он находится в зоне боевых действий. Я вам скажу, что, например, моя семья по одному из, одно из, как бы, ответвлений моей семьи, вот мой дедушка, он, например, из деревни Бананс, которая называется Равнинный Карабах, это, по сути, продолжение Карабаха. Просто вот то, что сейчас все знают, это Нагорный Карабах, а Гянджа – это абсолютно рядом, это продолжение Карабаха. Там вот была деревня Бананс, откуда мой дедушка родом, и там была большая армянская деревня, в самой Гяндже жило очень много людей. Это те же карабахцы, по сути, те же карабахские армяне, которые там жили, это очень близко. И это, по сути, как бы, это один и тот же регион. И Гянджа использовалась в военном отношении. Вы знаете, там есть аэропорт, и там была фотография этих F-16 известных, которые сначала азербайджанская сторона отрицала, потом не армяне абсолютно, да, американский журналист опубликовал в Твиттере фотографию этих F-16, и было подтверждено, что это F-16. И, естественно, когда идут боевые действия, аэропорт, он, это цель для войск. К сожалению, погибли мирные люди, это ужасно. Я искренне сочувствую всем погибшим, и мирным жителям, и солдатам, которые погибают, это ужасно. Но ответственность за вот все эти разрушения жертвы несут те, кто начал войну. А войну начали очень конкретные люди, очень конкретный был там приказ. 27 сентября в 7 часов утра азербайджанские войска пошли в наступление по приказу Ихама Алиева. Его на это, так сказать, доосновил президент Турции Реджеп Таиб Артаган. Все остальное, что происходило после этого, все жертвы, все разрушения, это результат того, что была начата война. И вот часто говорят, что вот, там Армения 30 лет не шла на уступки, были переговоры и так далее. Но давайте все-таки разделять, да, вот был конфликт, есть проблема, действительно глубокая, серьезная проблема между Арменией, Азербайджаном, Карабахом. Но начинать полномасштабную войну еще и с вовречением вложений из Турции, с вовречением наемников из Сирии, это очень конкретное политическое решение, за которое несет политическую ответственность, и не только политическую, очень конкретный человек. и вы знаете этого человека. Смотрите, вы сейчас начали говорить про, там, не было уступок, 30 лет и так далее. Действительно, уступки, я не знаю, когда-то были, когда-то не было, но, в общем, продвижения никакого, да, не было ни разу. Сейчас в этом же московском заявлении есть другой пункт, не только прекращение огня, но и возобновление переговоров переговоров на основе базовых принципов. Базовые принципы, одни из них заключаются в том, чтобы начать разрешать вопрос районов вокруг Карабаха, так называемые, там, кто-то говорит, буферные зоны, вот эти семь районов, сначала пять, потом два, все знают уже, я думаю, весь мир уже знает, что это за районы. Готова ли, раз это подписано, готова ли Армения сейчас начинать вот эти переговоры на базе конкретных вот этих вот принципов, говорить об этих пяти районах, о международных гарантиях безопасности для Карабаха и остальных двух районах на время определенное какое-то, есть ли готовность начинать об этом конкретно говорить? Ну, смотрите, то есть здесь, во-первых, несколько моментов, я сам до того, как стать депутатом, я как аналитик очень упорно занимался вот Карабахским вопросом, следил за всеми этими переговорами и как эти базовые принципы появились, как они трактовались и так далее. Во всех этих переговорах есть такой, ну, тоже принцип, да, как бы, или скорее, ну, так вот, подход, да, который гласит, что ничего не согласовано, пока все не согласовано. То есть можно говорить о конкретных элементах урегулирования, вот то, что происходит с этими территориями, или то, что происходит со статусом, вот это все о конкретной элементе урегулирования. И выделять один из них и говорить, что вот согласна ли Армения на этот, или я согласен ли Азербайджан на другое, это методологически неправильно. То есть компромисс предполагает взаимные уступки, и в зависимости от, как бы, размера уступок или степени готовности одной стороны уступка, от этого зависит степень готовности другой стороны уступка. Сейчас, что вы... В отношении Азербайджана, я прошу прощения, что я перебиваю, с точки зрения Азербайджана, вернее, вот этих базовых принципов, как я правильно, если я правильно помню, там дальше идет речь о референдуме. Видимо, это тот пункт, который не нравится Азербайджану, и вряд ли он может ему нравиться. Но если все подписали, вот, например, сейчас опять этот документ, значит, все согласны с этими базовыми принципами? Ну, смотрите, опять-таки, эти принципы... Что значит принципы? Принципы, это значит, вот как определенные положения, вокруг коротторов идет разговор. А вот в связи с этими принципами, да, должно быть конкретное соглашение. И опять-таки, вот за все это время Азербайджан ни разу не сказал, что он, в принципе, готов принять любой статус наборного Карабаха, или готов принять любой результат вот этого референдума, о котором вы говорите. То есть всегда Азербайджан говорил, что вот в лучшем случае, и сейчас тоже снова появились какие-то заявления, что вот в лучшем случае это высокая автономия в составе Азербайджана. То есть, в принципе, они сами говорят, что они не готовы принять важную часть этих базовых принципов. Потому что понятно, что этот референдум, который должен произойти, да, он не может произойти, вот, как бы, в рамках высокой автономии в составе Азербайджана. И вообще здесь основная проблема вот этого переговорного периода за 20 лет, или, может быть, даже 24, там, 26 лет, она заключалась в том, что, по сути, Азербайджан говорит, давайте нам вот это сейчас, а потом все остальное мы подумаем. Но даже этого не было. По сути было, давайте вот сейчас, давайте нам вот это, это не обсуждается, а вот потом мы поговорим о том, отдадите остальное. Естественно, ну, не один, как бы, специалист по конфликтологии, по переговорам и так далее, не скажет, что это конструктивная позиция. И здесь, смотрите, тоже интересно. Вот за 20 с лишним лет переговоров была низкая группа. Сначала она была, вот вся группа участвовала. Потом появился институт сопредседателей. Потом изменился состав этих сопредседателей. За это время 4 раза менялась власть в Армении. Причем совершенно разные люди. Тер-Петросян, Точарян, Сарксян, Башинян. Ну, более разных людей, как бы, вы в Армении просто не найдете. 4 раза менялась власть в Карабахе. Единственное, что за все это время не менялось, это фамилия президента Азербайджана. То есть был Гейдар Алиев, потом стал Ильхам Алиев. И вот азербайджанский режим, по сути, он всегда отличался тем, что он предъявлял максималистские требования. И вот эта война, которая произошла, она же, к ней, по сути, режим Алиева готовился десятилетиями. По сути, вот на следующий день после отключения перемирия в 1994 году режим Алиева начал готовиться к сегодняшнему дню. Это очень важно понимать, потому что, как бы, вот иногда многие аналитики, да, журналисты, они говорят, что вот если бы Пашинян там что-то сказал или что-то не сказал, или если бы там Серж Сарксян что-то по-другому сделал, то, может быть, не было бы войны. Нет. К сожалению, к огромному моему сожалению, правда заключается в том, что в середине 90-х Азербайджан готовился к войне, причем готовился не только в военном отношении, но и в психологическом отношении. Как бы вся идеология, вся пропаганда, национальная идентичность Азербайджана в середине 90-х основывалась на той идее, что вот то, что произошло в 94-м году, это поражение в битве, но не поражение в войне, и Азербайджан должен, значит, как бы военным путем восстановить свое, знаете, вы все это. То есть, на самом деле, если бы цель была Алиева, компромисс, реальный компромисс, да, этот компромисс был бы достигнут, но эта цель никогда, к сожалению, не оставилась. Я уверен, прошу прощения, если продвижения действительно не было, сейчас идет война, там гибнут люди с обеих сторон, в том числе исцеления. Если поставить, так сказать, положить на стол те же самые базовые принципы и начать говорить про эти пять районов с международным контингентом каким-нибудь или миротворцем, или наблюдателем, как угодно это можно называть, от разных стран, может быть, от всей Минской группы ОБСЕ, например, или в каком-то еще формате, разве это как минимум не решение на длительное время, ну, потому что там будут стоять миротворцы, и никто не даст уже никому воевать? Ну, вы знаете, я вам сейчас открою такой секрет, то есть это не секрет, я сказал, что я давно занимался карабахской проблемой, но еще мой отец занимался карабахской проблемой, и вот я когда выступал, например, вот такое было интервью, как у вас на дожде, после меня там выступал депутат азербайджанского парламента России Усабетов, который рассказал, как он с моим отцом обсуждал эту проблему в 90-м году, когда мой отец тоже был депутат армянского парламента, ну, и он тогда занимался карабахской проблемой, и вот все эти вопросы тогда вставали, в том числе и про миротворцев, и когда вы начинаете более глубоко копать с миротворцами, оказывается, что там очень серьезные проблемы, потому что кто готов миротворцев привезти, да, допустим, Россия и Турция, Турция для армян абсолютно неприемлема в роли миротворцев, Россию, Азербайджан, как бы не принимает, не так, что в Армении это вызывает, такой очень большой энтузиазм, это войска НАТО неприемлемы для Ирана, например, да, то есть, а какие страны пошли свои силы сюда в качестве миротворцев, и тем более эти вот все раздоворы, это было еще в 90-е, а сейчас мы все знаем, что происходит с международной системой, вот все эти международные гарантии, вот насколько это все работает, или наоборот не работает. Я просто еще одну вещь скажу, понимаете, сейчас, к сожалению, война, она приводит к радикализации, и какие-то вещи, которые в обществе еще можно было обсуждать, например, месяц назад или год назад, сегодня еще сложнее об этом говорить, то есть, в условиях войны и те, и другие, естественно, радикализировались, и теперь, вот, знаете, на самом деле, я помню, вы не только в Фейсбуке написали, не только в одной из ваших передач, вы сделали такое предложение, что почему бы армянам и азербайджанцам не договориться просто на пять лет ситуацию законсервировать, эти пять лет заниматься тем, чтобы в собственной стране как-то провести реформы, сконцентрироваться на благосостоянии, через пять лет вернуться. И, на самом деле, год назад или два года назад это было бы реальным, и это очень похоже на то, как я свяжу эту проблему, потому что сегодня действительно очень сложно ее решать, потому что любое решение, даже самое идеальное, оно не будет воспринято обществами, потому что общества все равно будут думать, что их пытаются как бы обмануть или там где-то их кинуть и так далее. Сейчас в условиях войны это все еще больше обострилось, поэтому сейчас вот самое важное, что сейчас нужно сделать, это остановить войну, потому что каждый день войны нас отдаляет от действительно решения конфликта, потому что каждый день войны это сотни и возможно даже тысячи погибших, это большие разрушения, это ненависть, которая частично она генерируется пропагандой, но сейчас это уже реальная ненависть, потому что если вы видите, что ваших соотечественников убивают на фронте, естественно, это не может не влиять на эмоциональное состояние людей, поэтому сейчас самое важное остановить войну и Армения, и Карабах, они полностью за то, чтобы остановить войну. Останавливать войну не хочет Али, потому что у него есть поддержка Курции, и ему кажется, что он может решить свои вопросы военным путем. Остановить войну на какой основе? Потому что Азербайджан, естественно, считает, что это его территория, и он должен что-то... То есть зачем ему остановить войну, если коротко. Например, тот пост, о котором вы сказали, который я писал и тоже говорил в передаче, я там как раз писал о том, что решить вопрос пяти районов, а потом заморозить конфликт. Да, действительно. Может быть, международными гарантиями безопасности, может быть, какой-то контингент. Я не очень понимаю, почему, например, войска или какие-то миротворцы натовские должны быть неприемлемы для Армении и Азербайджана. Я не говорю про Иран, потому что это война между армянами и азербайджанцами, которые там погибают. Поэтому, наверное, им первым надо решать свою проблему, а не думать еще и о Иране. У Ирана и так все хорошо. Вот. Ну, то есть, как-то же надо продвигаться. Например, тогда давайте по-другому. В чем сейчас, на ваш взгляд, или позиция Армении, в чем сейчас может быть предложение, чтобы двигаться в сторону окончания войны, если не пять районов? Ну, вы знаете, сейчас, я думаю, это все уже, к сожалению, теоретический разговор, потому что Али сегодня написал, что азербайджанские ОСП должны быть сушить. И это такой, как бы, достаточно серьезный стейтмент. И после этого, то есть, понятно, что сейчас вопрос стоит, как все или ничего. По крайней мере, так это вот видится из Еревана, так видится и Степанакерта, что Али ведет в Абан, и он хочет вот все, сколько он может захватить военный путем, то и захватить. И, как бы, вот все остальные вопросы можно обсуждать, когда вот это прекратится. А сейчас такое ощущение, что, как бы, Азербайджан. И об этом он тоже, кстати, Али говорил в своем выступлении, что вот у него, как бы, доктрина, что когда говорили, что конфликт не имеет военного решения, он доказал, что это не так. И он доказал, что есть военные решения. Ну, есть военные решения, вот и происходит то, что происходит. Я все-таки последний раз уточню, прежде чем другую тему еще. Я понимаю, что Алиев делает заявление про военное решение, я понимаю, что он делает заявление про то, что мы должны дойти везде или там не остановиться, пока не вернем все, что мы должны вернуть. Но вопрос в чем? Раз ничего не предлагается ни международными посредниками, ни Армении, у Азербайджана вот такая позиция, значит, то почему они должны заявлять по-другому? Может быть, какое-то предложение должно появиться на столе переговоров, чтобы что-то обсуждать, кроме войны? Ну, вы знаете, здесь, на самом деле, это скорее работа именно посредников что-то предлагать, потому что в этой ситуации, понимаете, здесь идет просто наступление и идет война для жизни и на смерть. В этой ситуации ожидать от Армении или Карабаха что будет какое-то предложение там, ну, это просто так не бывает. Ну, это было бы прекрасно, если можно было вот так как-то сделать какое-то предложение, которое Алиев примет. И здесь даже на самом деле, опять-таки, давайте, вот к сожалению, сейчас такая создалась ситуация, что если бы там собрать самых лучших экспертов, которые придумывают гениальный план, который устраивает и Армян, и Карабах, и Ливан, и Степанакерт, и Баку, и всех вообще, этот план вот в этот момент не будет принят, потому что идут боевые действия, погибают люди, оба общества радикализованы. И здесь еще есть другой момент, да, вот мы не говорили об участии Турции, участие Турции, это, понимаете, почему это важно, потому что люди готовы на компромисс, когда у них относительно равные силы, и они понимают, что одна сторона не может победить другую сторону. Сейчас у Алиева такая иллюзия, я считаю, что это иллюзия, но ему кажется, что он достаточно силен для того, чтобы полностью решить вопрос так, как ему это нравится. А почему у него такая иллюзия? Потому что его полностью поддерживает Турция. единственная страна из тяжеловесов, которая поддерживает полностью одну из сторон конфликта, потому что позиция России, она такая сбалансированная, позиция стран-соопредседателя, она сбалансированная, конечно, там в Азербайджане, конечно, она проармянская, но в Армении это ни та, ни другая не воспринимается как проармянская, да, во всяком случае, нет ни одной другой страны, которая в такой же степени активно участвует на стороне одной из стран, которые здесь участвуют, в конфликте, как Турция, и пока Турция участвует вот в этом масштабе, в каком это есть, естественно, у Азербайджана нету какого-то стимула идти на компромисс, на переговоры и так далее. Поэтому либо международное сообщество должно как-то призвать Турцию к порядку и сказать, что вот, уважаемая Турция, да, есть конфликт, да, он очень сложный, давайте, вы не будете этот конфликт делать с кожей. Потому что, знаете, я немного это может прозвучать такая грубая аналогия. Представьте, что вот там дети дерутся на площадке, да, и там приходят родители одного из этих детей с бейсбольной битой и начинают участвовать в этой драке. Понятно, что совершенно разные масштабы, Турция, Армения, Азербайджан. Понятно, что Турция сейчас не участвует полностью в этом, как именно со стороны Армян и турецкой границы, потому что это привело бы уже к осложнениям СОДКБ. Но мы видим беспрецедентный уровень вовлечения Турции и через военных, и через вот этих наемников из Сирии, которые на самом деле из районов контролируемых Турцией, то есть они были привезены в Турцию. То есть пока это все происходит, то говорить очень сложно, тем более, что вовлечение Турции оно создает совершенно уже другую психологическую обстановку для армян, потому что это немедленно воспоминания о геноциде 15-го года и тем более, что мы видим, что азербайджанские войска на самом деле действительно они даже пленных не берут. Вот вы видели, вчера было распространено видео, где армяне сдаются в плен и их расстреливают. Понятно, что в этой ситуации армянами это все воспринимается как борьба за просто свое существование борьба за то, чтобы выжить. Я честно скажу, что я никакие видео ни про ПКК в Армении, ни про сирийских наемников в Азербайджане, ни про вот это все, им не верю ни с одной стороны, честно, абсолютно, искренне, потому что пока война не кончится и не будет проведен какой-то четкий анализ, сбор доказательств, а не просто появление фото и видео, для меня это не может быть информацией, просто из-за того, что огромный поток всего идет и невозможно это анализировать и делать какой-то факт-чек и так далее. Скажите, пожалуйста, я понял примерно, ну, понял, что, понял, что нету сейчас какого-то понятного решения и какая-то сторона должна в какой-то момент что-то предложить, потому что иначе непонятно, война может идти, сейчас зима начнется, очень тяжелая ситуация будет дальше. Скажите, пожалуйста, вы сказали про Турцию, Турция, да, действительно поддерживает публично, говорит, что мы оказываем полную поддержку Азербайджану, значит, есть вопрос того, что Армению почему-то не поддерживает особо как-то активно Россия и мне не очень понятно, честно говоря, почему. Есть ли у вас на эту тему какие-то мысли, потому что мне это кажется каким-то тоже политическим процессом? Ну, вы знаете, этот вопрос, конечно, мне часто этот вопрос задают, и я думаю, что вообще правильнее бы задавать этот вопрос представителю России, но здесь несколько моментов, да, во-первых, не так, чтобы Россия не поддерживает Армению, то есть Россия, Армения и Россия члены ОДКБ, там есть определенные обязательства, и президент России Путин напомнил недавно об этих обязательствах, и это не пустые слова, потому что давайте понимать, что, например, турецкая граница, она расстояние там, ну, по прямой где-то 70-100 км, и вот если вы были в Ереване, то в Ереване прямо видно гора Арарат, которая сейчас находится на турецкой границе, ну, по ту сторону границы, и естественно, что, как бы, учитывая агрессивные заявления Эрдогана, учитывая то, какие сейчас настроения в Турции, то, как бы, совершенно нельзя сбрасывать за счет то вариант, когда Турция, как бы, непосредственно пытается решить вопросы с Арменией, тем более, что есть еще фактор Нахичевана, вот сегодня, например, асербайджанские СМИ распространили информацию, что якобы был обстрел со стороны Нахичевана, опять-таки, я не требую от вас верить или не верить, но Армении совершенно невыгодно начинать еще воевые действия в районе Нахичевана, потому что, во-первых, там есть турецкие войска, да, то есть абсолютно там официально это даже никто не отрицает, во-вторых, существует Харский договор 21-го года, по которому это может дать дуться и повод официально вовлечься и так далее, то же самое были, поэтому... Но это не может сказать повод и Россия официально вовлечься. Ну, понятно, именно поэтому Россия, она официально дала понять, что вот территория Республики Армения, Республика Армения является членом ОДКБ, и это, конечно, это серьезная поддержка. И в этом отношении понятно, что вот не так, что Россия бросила там Армению на праздную судьбу, но в то же время Россия активность посредников в Карабахском конфликте, и, естественно, здесь она должна сохранять определенный баланс. Хотя, конечно, то обстоятельство, что вот инициированное Россией перемирие было нарушено ну, азербайджанской стороной верите или не верьте, я считаю, что азербайджанской стороной, да, это, естественно, обзорный удар по престижу России, и я думаю, что это приведет к определенным последствиям. Но здесь я хочу, знаете, подчеркнуть еще такой момент, что вот та помощь, которая оказывается Турцией, азербайджану, она вот не совсем такая безвозмездная. То есть за это Азербайджан, по сути, платит своей, частью своего суверенитета, частью своей независимости как политического актора, потому что уже сейчас можно увидеть ситуацию, когда Карабашский конфликт, разные международные акторы, они обсуждают уже не с Азербайджаном, а с Турцией. То есть, условно, Макрон, Путин или там Помпео, они уже звонят не Алиеву, а они звонят Эрдогану, или звонят Савушоглу. И я думаю, что Армении такая помощь, в принципе, даже если бы была какая-то страна, которая вот оказалась бы на такую помощь, это было бы не самое лучшее. И здесь, я думаю, поскольку, вот я думаю, нас много сейчас будут смотреть в Грузии, я хочу сказать, что и для Грузии здесь есть о чем подумать, потому что я понимаю, что у вас есть, ну, у Грузии есть проблемы с Россией, которые ни сего не начались, и это давно существует, очень серьезная, сложная проблема, но насколько Грузия устраивает вот такое усиление Турции в регионе Южного Кавказа, да, насколько вот то, те вот новые амбиции Эрдогана, которые сейчас проявляются в Карабахе, в том числе, насколько это устраивает Грузию, да, с точки зрения перспектив развития Южного Кавказа, почему? Потому что, по сути, сейчас то, что происходит в Карабахе, это выбивает Южный Кавказ из такого ближнего зарубежья Европы, или такой, да, Европой, но такой отдаленной, она, по сути, делает, по крайней мере, Армению и Азербайзин частью Ближнего Востока. Потому что мы видим, действительно, какой спиловер, да, по-английски, не знаю, как сказать правильно, по-русски, но вот такой импорт нестабильности, импорт конфликта из Ближнего Востока в Южный Кавказ. Но оно выбивает из ближнего зарубежья России. Ну, знаете, вот, опять-таки, я понимаю, что я, так легко, сидя в Ереване, говорить, там, в чем заключаются интересы России или интересы Европы, я думаю, что это тот вопрос, карабахский вопрос был единственным, кстати, вопросом, где на протяжении долгих лет, десятилетий, США, Франция и Россия, они работали совместно. Потому что, все-таки, это тот регион и тот вопрос, где интересы Европы, России и США, они, ну, если не совпадают, то, по крайней мере, совместимы. И я совсем не уверен, что появление Турции в качестве такого, да, решающего вопроса игрока вот в этом конфликте или в целом на Южном Кавказе это, ну, исходит из интересов Европы или России. Ну, понятно, что, ну, по мне, по крайней мере, понятно, что это, на самом деле, вызов и Европе, и России. Понятно, да, спасибо большое. Как вы думаете, дальше, какое продвижение должно быть, учитывая, что вот обстрелы продолжаются, убийства продолжаются, я имею в виду, обе стороны гибнут люди. Вот вы бы просто, как, я не знаю, армянин, политик, депутат, что бы вы сейчас могли предложить? Понятно, давайте остановим войну дальше. Ну, дальше всем нужно, вот если будет остановлена война, понимаете, события, они имеют определенную инерцию. Вот война имеет определенную инерцию. Если началась война, если погибают люди, это уже ведет такой, как бы, да, процесс в одну сторону. Если война остановлена, если есть хотя бы возможность у людей получить тела погибших и их похоронить, осознать размер тех разрушений, которые были, это, естественно, будет иметь отрезвляющее влияние на все стороны. И, к сожалению, я понимаю, что это снова звучит как армянская пропаганда, но одна из причин, почему это сейчас не происходит, именно в том, что очень много было погибших азербайджанцев, и многие эти дела лежат на армянской стороне, никто их не заопирает. Если будет гуманитарное перемирие, нужно будет эти дела взять, похоронить, и это будут тысячи похорон в разных городах Азербайджана. Естественно, этого будет иметь определенное отрезвляющее воздействие на азербайджанцев, в том плане, что они поймут, что нужно хотя бы остановиться. Как вы понимаете, они скажут ровно то же самое. Ну, Армения, тогда если они скажут то же самое, давайте вот с завтрашнего дня соблюдать гуманитарное перемирие. Нет, понятно, окей, я просто понимаю, что у вас времени много, гуманитарное перемирие, никто не стреляет. Вы понимаете, Азербайджан для них это их территория, они должны ее получить, хотя бы там начиная разговор с этих пяти районов. Что-то же надо предложить. Я понимаю, что я возвращаюсь к одному и тому же, но возьмем, что кончилась война. Дальше что делать, если вот эти все принципы, о которых говорится, опять подписано в пятницу, они не рабочие получаются. Ну, вы знаете, на самом деле, если бы люди, которые участвуют в конфликте, они могли бы сами разрешить свой конфликт, тогда не нужно было бы посредников, не нужно было бы там никаких минских групп и так далее. То есть, на самом деле, здесь, действительно, Армения, Азербайджан, Карабах, они вот в этом отношении зависят от посредников, потому что, действительно, предложения должны сойти от посредников. И здесь, действительно, есть необходимость каких-то новых идеек, потому что более или менее тот же набор идей, он обсуждался уже лет 20. То есть, если бы это было работающим, то, ну, наверное, это сработало бы. То есть, здесь, я думаю, все-таки это скорее вопрос посредников. и здесь, то, что нужно, мне кажется, тоже в международном сообществе понимать, что старые подходы здесь уже не работают. Или, если и работают, то, по крайней мере, нужно, может быть, и в каком-то новом русле предлагать. Франция, Россия, сейчас Ереване активны, у вас контакты есть, они работают? Ну, у нас со всеми есть контакты, то есть, мы активно работаем со всеми нашими международными партнерами, объясняем им, что происходит, передаем нашу информацию. Предполагаю, что Азербайджан тоже, наверное, активно со всеми работает. Но в этом плане, конечно, Армения, ну, опять-таки, не сочтите за армянскую пропаганду, но Армения реально более открыта. То есть, например, все международные журналисты, они приезжают, есть, понятно, какие-то ограничения, но в целом первые нескольких дней с азербайджанской стороны вообще не было международных журналистов, были только турецкие журналисты. То же самое с социальными сетями, да, в Азербайджане первые нескольких дней они вообще не работали, сейчас тоже есть ограничения. То есть, в этом плане мы открыты. Да, в первый же день войны в 12 часов в воскресенье вышло первое мое интервью с азербайджанской стороной. Включились социальные сети? Ну, есть VPN, понятно, что можно заходить. У нас тоже бывают вебинары разных европейских структур, где тоже есть участники из Азербайджана. Но в целом общество Азербайджана, ну, расскажем, как это видно отсюда, они все-таки, понимаете, здесь не только дело в том, что вот война, в целом вы же согласны, что в мирное время в Азербайджане меньше свободы слова. И даже в мирное время в Азербайджане общество хуже осведомлено о всем том, что происходит, чем во время войны. Ну, не будем, ладно, не будем углубляться, но просто посмотрите все индексы про свободу слова, демократии. Понимаете, здесь еще проблема в чем? Мне кажется, что основная сложность вот этой проблемы это еще и вот в том, какой режим в Азербайджане. Потому что он собственно и граждане ему не доверяют. Как могут армяне и Карабаха доверять режиму, который изгоняет собственных диссидентов? Вот я в интернете спорил с азербайджанскими диссидентами, которые сами, они боятся поехать в Азербайджан, потому что как только они поедут в Азербайджан, они либо арестуют, либо что-то хуже с ними случится. И при этом они говорят, что вот Азербайджан гарантирует безопасность армян-Карабаха. Как он может гарантировать безопасность армян-Карабаха, когда он не гарантирует безопасность этнических азербайджанцев оппозиционеров? Вот ответа на этот вопрос я, честно говоря, не получил. Безотносительно этого, вы же понимаете, что сейчас в зависимости от того, чем кончится эта война, поддержку власти в Азербайджане будет огромной. Ну, мы понимаем, и именно поэтому эта война была зацелена по большому счету. Одна из причин, почему это произошло. Понятно, спасибо большое за ваши позиции, за ваше мнение. Это был депутат национального собрания Армении господин Микай Эльзелян и мира на Южном Кавказе, как я всегда стараюсь говорить. К сожалению, пока это только разговоры. Спасибо вам. Это был сложный разговор, но очень интересный. Спасибо. Очень приятно. Спасибо. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова